В день памяти великомученика Георгия Победоноса епископ Меликевский Чердоклинский Деодор совершил божественную литургию в Георгиевском храме Димитровграда. На престольном торжестве побывали и наши коллеги. В 303 году по Рождестве Христовом святой Георгий был обезглавлен. Это один из самых почитаемых православных святых. За преданность православию святой Георгий по приказу римского императора Деоклетиана сначала был предан ужасной казни – колесованию. Однако явился ангел, который возложил на истерзанного Георгия руку и последний был исцелен. Узрев чудо, многие из язычников перешли в православную веру. Георгий впоследствии не отказался от Христа, несмотря на последующие страшные пытки, длившиеся восемь дней. Предание церкви говорит, что он претерпел мученическую кончину с улыбкой на устах. Святой Георгий – один из самых почитаемых святых Грузии и считается ее небесным защитником. В средние века греки и европейцы называли Грузию Георгией, поскольку там практически на каждой возвышенности стояла церковь в его честь. День святого Георгия официально объявлен в Грузии нерабочим. Деревянная церковь Георгия Победоносца, построенная в 1496 году, считается самой древней деревянной церковью в России. Она и поныне стоит на своем историческом месте, в селе Родионово, неподалеку от Санкт-Петербурга. С именем святого Георгия связано появление города Москвы. Когда у великого князя киевского Владимира Мономаха родился сын, он назвал его Юрием. Небесным покровителем Юрия стал Георгий Победоносец, который был изображен на его княжеской печати, спешенный и вынимающий меч. По преданию, Юрий Долгорукий ехал из Киева во Владимир и по дороге остановился погостить у боярина Кучки, во владениях которого и дал побеление основать город Москву. В герб новому городу он дал образ своего небесного покровителя. Сегодня у нас престольный праздник всего святого храма, память святого великомученика Георгия Победоносца. Его наименование, оно говорит само за себя, этот славный муж, мученик Христов, прославил Господа Бога, Христа Спасителя, своей любовью, своей доброй жизнью по заповедям. А наипаче тем, что не пожалел своей земной жизни ради жизни вечной. Ибо так он возлюбил Христа, что был верен ему до смерти. Как говорит Господь Иисус Христос, будь верен мне до смерти и получишь венец жизни. Святой великомученик Георгий этот венец получил. Дай Бог, чтобы и нам сподобиться этого великого и спасительного венца этой награды от Господа. Пресс-служба Меликетской епархии.